Музыка так многогранна, погрузившись однажды в этот чудесный мир разнообразия жанров, мелодий, аккордов, кажется просто невозможным расстаться с чувством, как искусство как будто наполняет каждую твою клеточку, находя отклик в самом сердце. Варваре Огневой, 13, ученицей школы искусств имени Розума, признается, занятие по фортепиано не просто хобби, музыка что-то неотделимое от нее самой. Шутка Баха – любимое произведение Варри, его она готова играть днями напролет. Ребенок целиком и полностью погружен в этот увлекательный творческий процесс. Цепкие пальцы с такой легкостью свободно движутся по клавиатуре. Но чтобы достичь такого результата, Варваре, ее семье и педагогу пришлось пройти долгий и непростой путь. Трудно поверить, но у Варри треть ограничащаясь четвертой степень тугоухости. Нам рекомендовали общий детский сад, ни в коем случае не слабослышащими детишками в общий детский садик. Порекомендовали заняться музыкой. Когда она была маленькая, я с ней сидела. Сидела, даже записывала сама себе буквами-буквами в тетрадку, там, до, ре, ми, до, ля, там, все, что надо сыграть. Вот, и уже дома сидела, наблюдала за этим, теперь уже я этого не делаю. Теперь мы так собираем дома публику, вот, и она для нас играет. Вот, картинки, бесконечные игры, хождение вот этого ритмического рисунка, мелодии, как объяснить ребенку, что такое звуки. Очень внимательно, постоянно в контакте со стороны мамы. У нас каждый урок записывался на видео. Дома это все повторялось, нотки учились подробно-подробно, все очень долго. Но в итоге хороший результат, ребенок живет в музыке. И в следующем году 11 лет, как ребенок появился в детской школе искусств у нас. Музыкальные термины, форма, аппликатура, различные тонкости произведения, составляющие его индивидуальности. Сегодня Варя знает, чем отличается крещендо, диминуэндо, стаккадо от нон-легато и многое другое. А ведь в самом начале обучения музыкальной грамоте пришлось буквально собирать по крупице, уделять внимание каждому звуку, учиться слышать, ощущать каждую ноту, каждую длительность. Колоссальная работа, проделанная Варе, ее преподавателям и, конечно, родителями, дала свои плоды. Сегодня ребенок участвует в различных концертах, не раз становилась лауреатом и дипломатом районных и школьных конкурсов. Мой самый любимый предмет – это фортепиано, варианте раухманинов. Единственное, очень интересная музыка кубарит, такая вот очень серьезная музыка. И еще прометей какой-то играла, она веселенькая, бейтховень. Не отстает Варвара по общеобразовательной программе. Учится в средней школе номер 16. В данный момент занятия проходят дома. Нужно отметить, что ее увлечения разнообразны – музыка, изобразительное искусство, спорт. Вот уже несколько лет девочка занимается плаванием в копилке достижений юной спортсменки множества трофеев. Неоднократный призер и победитель районных и областных соревнований. Не обратить внимание на юное дарование просто невозможно. Так два года подряд Варя становилась лауреатом именной стипендии губернатора Андрея Воробьева. И, несомненно, добиться всего вышесказанного было бы просто невозможно без веры в свои силы, цели и желания заниматься любимым делом. И как раз пример Варвары доказывает, что любые преграды и трудности на пути можно преодолеть. Особенно, когда рядом есть люди, готовые помочь и поддержать в начинаниях. Это ведь совершенно необыкновенно. Вот как бы, ну, глухой ребенок. Как она может играть? Это вообще чудо. Просто вот благодаря хорошим специалистам, педагогам, вот их сердцу доброму, то, что пошли навстречу. Если бы не пошли навстречу, ничего бы не было.